Экономическая безопасность на Таиме прошел единый день информирования. Встреча прошла очень продуктивно. Что волнует горожан? В пьяном угаре в вопруске водитель угнал автомобиль своего товарища. Вернул опять в сторону нового быта набралось крыло. Насколько уголовных статей накатался бесправник? Чтобы дорога не оказалась на тот свет, в Беларуси создадут специальный реестр. Исключить недобросовестную конкуренцию среди перевозчиков. Когда? А также гуманитарный рейс, качественное образование и лекарственная форма. В стране изменился порядок выписки рецептов. Как это отразится на пациентах? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. На Таиме прошел единый день информирования с участием мэра города. Основная тема диалога экономическая безопасность – ключевое условие устойчивого развития белорусского государства. В каждом регионе для положительной динамики есть все необходимое. И даже несмотря на санкции, экономика Беларуси прогрессирует. Снизилась инфляция и увеличились доходы населения. По темпам роста промышленного производства «Синекая» в лидерах среди стран ЕАЭС. Проведение единых дней информирования для коллектива является очень актуальным и важным. Встреча пошла очень продуктивно, потому что у нас было на повестке дня шесть вопросов, различные тематики. И работники предприятия смогли услышать все интересующие их вопросы и получить ответы. Среди рассмотренных тем – мошенничество в интернете, противодействие экстремизму и незаконному обороту наркотиков, правила безопасности, профилактика ВИЧ и СПИДа. Жаркая погоня. Вабруйский водитель пытался скрыться от ГАИ. В милицию обратился местный житель. По словам потерпевшего, его машину угнал нетрезвый знакомый. «Мерседес» быстро обнаружили. Угонщик нагло проигнорировал несколько требований ГАИ. Началась погоня. «Вернул опять в сторону нового быта, направо с крыло». 40-летний подозреваемый задержан. От прохождения медосвидетельствования бесправник отказался. Возбуждено два уголовных дела. Образовательная реформа, новый рецепт и дружественное сотрудничество. Беларусь и Китай заключили соглашение на поставку торфяной продукции. Когда отправка? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Гуманитарный рейс в Каир, где сейчас находятся 43 белоруса из сектора газа, вылетел из Национального аэропорта Минск. На борту медики и психологи отряда «Зубр МЧС». Для минимизации возможных кризисных ситуаций специалисты готовы оказывать экстренную психологическую помощь как взрослым, так и детям. За девять месяцев текущего года ВВП республики вырос на 3,5%. Движущей силой среди регионов остается Минская область. Продолжается рост реальных доходов. Показатель увеличился на более чем 5%. По прогнозам Минфина, бюджет Беларуси в 2023-м удастся сделать бездефицитным. Принятые меры позволили сохранить удовлетворительный уровень инфляции. В Беларуси Китай заключили новые соглашения на поставку торфяной продукции. Первые партии отправятся в Поднебесную уже до конца года. Наша республика находится в мировой пятерке по добыче полезного ископаемого, а также входит в топ-15 экспортеров. За полгода 2023-го результат – 1,2 млн тонн топлива. В Беларуси изменился порядок выписки рецептов на лекарства. По новым правилам выдавать их теперь смогут медработники со средним специальным образованием, которые самостоятельно ведут прием по своему профилю. Такие изменения коснулись и самих сведений. Необходимо указывать лекарственную форму, дозировку, количество и способ применения. В республике впервые пройдет национальное исследование качества образования. В планах проводить его раз в три года. В 2023-м участие примут более 20 тысяч учащихся 10-х классов и 1-го курса учреждений общего, среднего и среднеспециального профиля. Такое изучение поможет оценить уровень развития учеников во всех сферах. В рамках закона в Беларуси создадут специальный реестр для перевозчиков. Вопрос пассажирских перевозок стоит очень остро и неоднократно поднимался на уровне главы государства. Нововведение коснется городских и междугородних маршруток такси. Основной приоритет – обеспечить безопасность людей и легализовать работу водителей. За 9 месяцев в стране проверено свыше 10 тысяч автомобилей. Нарушений – более 9 тысяч. Преимущество реестра в первую очередь заключается в целях наведения порядка в области перевозки пассажиров, а также исключить недобросовестную конкуренцию среди перевозчиков. Внесение в реестр будет производиться на платной основе. В Абруйске за последние два месяца изъято четыре автомобиля. Недобросовестный водитель такси оказывал услуги без государственной регистрации. У трех управляющих микроавтобусами отсутствовала лицензия на перевозку пассажиров. Нарушителям грозит административная ответственность. По траектории прогресса в Абруйске прошло заседание межведомственной экспертной группы по достижению целей устойчивого развития. В рамках встречи участники посетили Эковерпро. Компания активно вовлечена в реализацию экологической стратегии. Подробности у Елизаветы Липеевой. Рациональное использование природных ресурсов в приоритете Эковерпро нацелены на обеспечение экологически благоприятных условий для жизни общества. С целью изучения опыта по внедрению экономики замкнутого цикла предприятия посещают участники заседания межведомственной экспертной группы во главе замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Чтобы показать субъектам хозяйствования, ответственным за реализацию целей устойчивого развития министерствам и ведомствам, что действительно в республике есть достойные примеры. В частности, данное предприятие, хотя всего лишь с 2021 года реализует стратегию устойчивого развития, у него получилось реализовать все этапы замкнутого цикла. Эковерпро – одно из ведущих предприятий страны по переработке грузовых, автобусных и троллейбусных шин как отечественного, так и импортного производства. Результатом экологичной работы становится резиновая плитка – сфера применения от детских площадок до ферм. То есть, всё это производится с отходов шин, которые невозможно захоранивать, они разлагаются очень много лет, и практически это невозможно для применения производства в дальнейшем. Ну, вот нашли на сегодняшний день такие технологии. Современные реалии требуют от предприятий максимальной безотходности в производстве. Сохранение природы возможно лишь при мудром распоряжении ресурсами распределения и возможности переработки побочных продуктов готового изделия. Предприятие активно сотрудничает с рядом стран, в том числе Голландия и Россия. При этом не забывает о сохранении благоприятной среды для бобруйчан. Первично это уникальность заключается в самом предприятии. Всё, чем мы на сегодняшний день научились работать, это пока что находится только в пределах самого предприятия. Но надеюсь, что с учётом посещения сегодняшней делегации мы сможем это распространить уже и на всю республику. Мы максимально задействуем все ресурсы для того, чтобы о нас узнали, чтобы мы как можно тоже многое узнали, и чтобы всё, что мы делаем, было только на благо эффективности. Стратегия устойчивого развития бобруйска на период до 2035-го подразумевает экономический рост, который не наносит вред окружающей среде, способствует разрешению социальных проблем и находит баланс между экономическим, экологическим и социальным развитием. И реализация задуманного, несомненно, позволит не только повысить уровень и качество жизни горожан, но и сохранит природную среду. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Здоровый бартер. Спасатели провели профилактическую акцию. Прямо на проходной Белшины все желающие смогли обменять сигарету на конфету. Такой необычный обмен сотрудники МЧС сделали в рамках республиканского движения «Не прожигая свою жизнь». Курение, как известно, одна из частых причин возгораний. Не случайно выбран день проведения сегодня, 16 ноября, 3-й четверг месяца, когда отмечается Международный день отказа от курения. И мероприятие мы проводим на самом крупном предприятии нашего города. Вся работа, которая проводится, проводится в интерактивной форме. На следующей неделе инспекторы будут общаться с учащимися колледжей. Молодых людей ждут интерактивы, показы роликов, игры и викторины. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА